Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы моё отдельное, вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. О потере ребёнка я уже, конечно, высказала свою точку зрения, а теперь, конечно, хочу отметить следующее. Лёлька, вот эта вот мать, героиня, которая потеряла ребёнка, ребята, я тут бах в сообществе, буквально через час уже статейка на Яндекс.Дзене всех ожидает. Вот так вот, непонятно, то ли Лёлька статьи пишет, то ли Лёлька страдает о потерянном ребёнке. Ну, в этом вся Быкова. Недалеко от неё, конечно, ушёл и Женя Бе. Почему говорю за Женю? Потому что всё-таки полстрима последнего было посвящено именно ему. И поговорим об этом стриме. Вот такой вот рассекой Женя. Ребята, это два сапога пара. Пока тот фактически швыряется, да, физически топорами и демонстрирует всю свою силу и мощь. Но это единственное, на что он способен. Песни петь на балалайке, балалакать, да, там, трындеть. И, конечно же, топоры метать. Вот эта сила, вот эта мощь, вот это вот этот, да, такой вот мужской настоящий стержень. Ну, на этом все сходства с мужчиной у Жени и заканчиваются. И пока Женя метает топоры, Лёлька такие же топоры метает у себя на стриме в сторону Женька. Но он, я вам хочу сказать, на фоне Лёли выглядит ещё убогее. Ну, как-то, я не знаю, примитивно, мерзко, ужасно. Вот такое недонянченное, недоколыханное. Даже противно его называть мужиком, честно. Потому что, когда чувак чвиркает и не берёт в браке, чвиркает, осознанно чвиркает, и не берёт на себя ответственность за тех потомков, которых он производит на свет, вот такие мужики вызывают какое-то отторжение, даже нежелание приравнивать их к настоящим мужчинам. Это такие вот, знаете, слабаки, слабый пол по мужской принадлежности, по мужскому признаку. Потому что, простите, ребята, развелись они хрен знает когда. Чувак не платит алименты, сидит на жопе ровно, ни хрена не делает вечно, ноет вечно жалуется на житие, бытие, на вот эту судьбу, судьбинушку, да. Все у него хреновые, Кабликова хреновая была первая, жена Лёлька хреновая, один, блин, он Робин Гуд. Вот тогда у меня возникают вопросы, да, если тебя все бьют по харе, то, может быть, не люди виноваты, а харя твоя виновата. То же самое можно применить, конечно же, и к Лёле. Поэтому это два сапога пара очень достойных друг друга. Но, повторюсь, он выглядит ещё омерзительней, потому что не хочет на себя брать ответственность за собственных детей, заниматься их обеспечением. Проще всего рассказать, что я не могу. Проще всего рассказать, что у меня не получается. Но представьте, девочки, на сегодняшний день, если бы каждый из нас муж сказал, что он не может обеспечивать собственных детей, и каждая из нас сказала, а я не могу обеспечивать собственных детей, чтобы было дальше. Конечно, нам бы ничего всем не оставалось, как я не знаю, ни хрена не делать, а просто побираться. Что, кстати, вот эти два побереныша, Женек Бе и Леля, нам и демонстрируют. Вот проще всего, да, баба с воздуха были легче, а я не могу так, а вы теперь это и сделаете. Но на стриме Лелька жаловалась, что Женя опять ее преследует. И, кстати, кто-то очень хорошо работает либо в Лелькиной семье, либо кто-то приближенный, кто быстро разведывает всю обстановку, которая происходит у Лели, и тут же докладывает Женьку. Лелька только за порог, а Женя уже тут как тут. И опять метает топоры только уже перед Саньком. И грозится ему обеспечить и сделать все так, чтобы его ноги здесь не было, чтобы он, так сказать, не находился рядом с любимой его Лелечкой. Ну а как же, ребята, Женьке-то тоже Лелька была выгодна. Ведь, согласитесь, работать не напрягала, целый день делает, что хочет. Детей рожает, обеспечивает, кормит, все игрушки покупает. Но не жена, а мечта. Вот такая вот, знаете, жена-мама, которая ничего не требует и только тебе все приносит на блюдечке с голубой каемочкой. И, конечно, когда тебя вот так отодвинули грубо и похабно от кормушки, и теперь ты вынужден выживать сам и думать, что же делать дальше, но Женя, походу, и этим не заморачивается. Естественно, ты ненавидишь любого соперника и до сих пор надеешься вернуться, так сказать, в лона Леле. Но этому уже не суждено сбыться. И Леля очень вообще негодует, что Женя за фрукт такой. Ребята, вы знаете, я хочу сказать следующее. В этой ситуации он ведет себя омерзительно, ужасно и вообще настолько неподобающе для мужчины. Потому что действительно, по факту, когда ты видишь, что она в полной заднице, и стоит вопрос, да, не доказать что-то Леле, не отомстить Леле, а позаботиться о собственных детях, вот только ничтожество может умыть руки от своих чад. Но, как сказала Леля, в этот раз Женя, ребята, приехал даже не с пустыми руками. Привез какие-то шмоточки. Часть вещей, конечно, не подошло, но что-то детям все-таки и перепало от папки. И вот это его перепалка с Сашей. Чем она закончилась, Леля фактически ничего не объяснила. Но по ее выводам, по ее рассуждениям, Женя должен просто целовать Саше руки. За то, что Саша кормит Жениных детей. Леля, ну насмешила. Вот опять-таки, ребята, наступают на те же самые грабли, да, когда она кричит, что никогда нельзя, да, вот так растворяться в мужчине, что мы видим, по факту, Леля точно так же уже растворилась, только не в первом уже, не во втором, а в третьем. На каком основании ему кто-то должен целовать руки? Это его зона ответственности. То есть, простите, ребята, да, когда ты берешь себе в жены женщину не просто с одним, с двумя, с тремя детьми, а с десятком, ты должен понимать, как тебе нужно будет впахивать. Потому что, коль ты берешь на себя эту ответственность, коль ты живешь в этой семье, естественно, ты должен вносить свою лепту, как старший мужчина, как главный теперь мужчина в этом доме. И, естественно, кормить детей, да, и помогать ей кормить этих детей – это норма. Но опять-таки, Леля, как он их кормит? Очень удобно кормить, когда вот эти твои недалекие хомяки купили сено, купили это поголовье, но почему его не кормить? А то, что он работает на твоем хозяйстве, ребята, так это нормально, простите, он ее имеет. Он ночами ложится к Лельке в койку, он живет на всем готовом, ездит на машине, которую купили зрители, да, есть то, что производится опять-таки за счет зрителей, живет в доме, который отстроили, отремонтировали зрители. И, естественно, это нормально, что он имеет свои какие-то обязанности и должен это делать. И поэтому, когда Леля говорит, что кто-то должен кому-то целовать руки, Леля, это какая-то такая убогость, это такая примитивщина. Но в таком случае почему ты еще не вышла и не целуешь руки своим хомякам за то, что они тебя кормят, за то, что они тебе выплачивают машину и сколько хотелок твоих, они уже воплотили в жизнь. Вот кому действительно пора просто, я не знаю, какие-то памятники при жизни ставить, выходить и каждой из них руки целовать, как кормильцам. Вот Саша, например, кормит детей Жене, ему надо руки поцеловать, а ты должна поцеловать руки хомякам, которые все эти года тебя спонсируют и тебя содержат. Почему-то какие-то вот двойные стандарты, то есть кто-то кому-то целовать должен, а Леля спасибо сказала и на этом до свидания. И опять-таки по поводу того, что Саша никому ничего не должен. Ребята, Яша храпит. Конечно, никто никому ничего не должен. Леля, почему то же самое ты не думаешь о своих хомяках? Ведь они по факту тоже ни хрена тебе ничего не должны. Никому из вас, ни тебе, ни твоим детям. Ну и как всегда пошло, что вы меня держите на плаву. Леля, ты уже определись. У тебя каждый день какие-то новые завихрения в твоей башке. Я лично не успеваю от контролировать, проконтролировать все. Один день Леля самодостаточная и она все сможет. Другой день Леля не может ни хрена и держится на плаву исключительно благодаря зрителям. Но по факту, ребята, конечно, держится она, естественно, благодаря Ютубу и зрителям. Если не станет завтра хомяков, а их становится все меньше и меньше. Если завтра не станет Ютуба, это будет крах всему. И это факт. То, что они ее держат на плаву, ну поднайдите такое стадо лохов, которые купят тетки, которая сидит и каждый раз сопли жует, стонет и плачет им на камеру. Каждый день глаголит одно и то же, которые ей купят более чем за три ляма бибику. Таких недобитков, таких вот каких-то неадекватчиков вы не найдете. Единственная Лелина заслуга в том, что она смогла вот этих обиженных, обделенных, каких-то ущербных и несчастных всех организовать, собрать, так сказать, в одном месте у себя на канале. Вот они собрались и активно дают, потому что на фоне Лели они понимают, как у них в жизни все хорошо. Я слышу, что они уже не такие убогие, не такие какие-то загнанные, затравленные, что еще не так у них в семье все плохо, как посмотреть на Лелька. Поэтому, в принципе, за вот это сравнение, походу, они ей денег-то и башляют. Ну и дальше понеслось, какая она загнанная лошадь. Какое-то несчастное зрелище. И уже на немать героиня она просто загнана обстоятельствами. Ребята, вы представляете, самое, наверное, ужасное, что может быть, когда человек признает, насколько он жалок, ничтожен и ущербен по жизни. Когда ты осознаешь, что люди вокруг тебя живут, а ты просто волочишь это существование. Походу, я так думаю, что Лелька насмотрелась, когда жила в пустыне, на вот эту картину маслом, как там активно дают денег, что самое главное найти для чего дать. И Лелька очень многое на самом деле именно с пустыни и подчерпнула. Она поняла, что чем больше будет детей, тем больше будет таких вот желающих ей помочь и ее поддержать. Ведь именно сейчас Лелька об этом обещает, что все-таки надеется, теплится где-то внутри нее надежда о том, что, да, появятся богатые спонсоры. Ведь в пустыне же они были. Но действительно, где это там какая-то пустынь, которая делает что-то, да, для людей, которые нуждаются? Там она челекам дает, жилье им дает, детоксират смотрят, кадетские корпусы открывают. Ну где они с Лелей и ее десятью детьми? Кто они вообще такие? И, естественно, Леле невдомек, почему она за столько лет не может заполучить вот таких вот жирных, классных спонсоров. Пустынь смогла, а Лелька не может. Ведь чем она хуже? Ну, ребята, сама себя загнала в эту задницу, да, в эту дрышню. И вылезти с нее просто физически теперь уже невозможно. А впахивать на этих детей еще нужно будет, конечно же, очень долго и нудно. Вот так вот, знаете, бесконечно. Ну и дальше, конечно, вопросы о том, что Лелька опять-таки подает заявление в суд на пересмотр этих алиментов. Я не знаю, для чего она делает, если Женька и эти деньги не может платить. Но, скорее всего, для того, чтобы лишить его отцовских прав, то есть, да, чтобы он не мог претендовать в будущем на алименты от собственных детей и не являлся фактически их отцом. Ну, наверное, исключительно для этого, потому что надеяться, что Женя будет платить, но это, в моем понимании, да, то же самое, как верить там в какую-то небылицу, в какую-то чушь. Вот это такая же самая глупость. И, естественно, Лелька в это не верит и жалуется на то, что приставы ничего не могут сделать Жене из-за того, что у него на руках Артем и Ульяна. Но через 4 года они с ним расправятся. Конечно, однозначно, ему прилетит, и это правда, потому что не может, да, безнаказанно происходить то, когда человек столько лет умывает руки от собственных детей и никак не участвует в их жизни. И вообще, как он даже имеет моральное право называть себя их отцом, ведь отец это не только тот, да, который чверкнул и ребенок получился, а это тот, который участвовал в их жизни, не только занимался их воспитанием, но еще и, конечно же, их обеспечением. А проще всего сидеть, рассказывать, какой я хороший папа и сколько бы я сделал для своих детей и чему бы я их научил, но при этом ни хрена не делать. А к Лельке, понятно, он не может каждый раз приезжать, потому что, во-первых, нет бабла, не с чем приезжать, а второе, понятно, будут тут же опять-таки вот эти неудобные каверзные вопросы, Женя, что с деньгами. Но Лелька грозится, что однозначно отсюда ему прилетит и что-то будет. Приставы на сегодняшний день уже арестовали все его счета и потом либо его посадят, да, либо он будет выплачивать. Ну, выплачивать, ребята, за должность он может тоже просто бесконечно, полжизни, ну вот придет он, да, в исполнительную службу и скажет, я не могу столько платить. Ну, разобьют ему на 50 лет этот долг и будет он платить Леле по 100 рублей в месяц. Ну, в общем, за что боролась, на то и напоролась достойного мужика, выбрала в отцы своим детям. Ну и, конечно, отдельно стоит отметить, как Лелька рассказала, что не видит сейчас необходимости выходить за Сашу замуж. Ну, действительно, Леля, а зачем? Вот именно зачем выходить за него замуж, если можно жить и так? Хотя кто, как не Леля, первая кричала за греховную жизнь вне брака. А теперь, оказывается, ребята, она не видит в этом никакого смысла. Леля, а что по этому поводу говорит твоя мама? Очень было бы интересно и ее услышать. Ну, в общем, ребята, вот такая картина маслом, вот такой обзор. Продолжение, конечно, следует. А пока я со всеми прощаюсь. Всем пока, до новых встреч.